Друзья, всех приветствую на канале. Как и обещал, публикую расследование в отношении главного бандита Украины, главы МВД Украины Арсена Авакова. И в этом видео я расскажу, как у Авакова за крупные взятки закрываются уголовные дела. Я покажу вам конкретные документы, а также видеозаписи скрытой камеры СБУ. Итак, начнем. Это Арсен Аваков, который уже восьмой год возглавляет МВД Украины и которого президент Владимир Зеленский считает самым эффективным министром за всю историю существования мира. На этом кадре на пресс-конференции в здании МВД вместе с Аваковым и его заместителем Антоном Герасченко рядом сидит такой Максим Цуцкиридзе. Цуцкиридзе – это заместитель главы Национальной полиции Украины и начальник Следственного департамента Национальной полиции Украины. То есть Цуцкиридзе – это самый главный следователь полиции на всей территории Украины. И Цуцкиридзе отвечает за расследование абсолютно всех уголовных дел на территории Украины. В мое распоряжение попали видеозаписи скрытой камеры СБУ, как Максим Цуцкиридзе договаривается с подозреваемым по уголовному делу, чтобы закрыть это уголовное дело за финансовое вознаграждение. Я хочу объяснить вам, в чем суд дело. Как вы знаете, в Украине существует такая квартирная мафия, которая путем рейдерских действий, путем подделок документов, договоры с судьями, с нотариусами отжимают квартиры и присваивают их себе. Как правило, квартирная мафия действует под крышей при содействии сотрудников МВД. И вот весной 2014 года, уже после Майдана, как было новое правительство, уже как Арсен Аваков был министром МВД, на территории Соломенского района города Киева, при участии сотрудников Соломенской райадминистрации, произошла операция по отжиму квартиры. Но там что-то не срослось, поскольку одни менты занимались одним крышеванием, другие менты другим крышеванием. В общем, одни менты открыли уголовное дело по факту отжима квартиры, и чиновник РДА, в отношении которого открыли производство, обратился к другим ментам, а конкретно в центральный аппарат МВД Украины, Максиму Цуцкиридзе, за помощью, чтобы это уголовное дело закрыли. Но этот чиновник решил сыграть в игру. Он также обратился в СБУ, и СБУ повесил на него скрытую камеру. Короче, там день аж началось движение. Прокуратура начала истребовать все дела личные, меня и некоторых там. Сегодня мне глава профсоюза позвал меня, начальника моего, ну там, с моего дела еще там, девочек, и ставит вопрос перед тем, что Игорь, вот коллектив тут, с общего дела девочки, ставит вопрос, что это такое, ты нас всех тут подставил, этой бумажкой. Так, а что, их дергают тоже? Да. И как ты тут работаешь, как ты себе это видишь, пиши заяву на увольнение. Я говорю, что я ничего не виноват, что я нигде ничего не подписываю. Правильно, и писать вы ничего не будете. Да, и так. Перевышенный. Позволы, полноважен. Ну, давайте я скажу, я тебе говорю, но я только что прокуратура, но что бы принял от производства в себе, блядь. Там машину продавал. Продавал. Машину, там. Да нет, ну, надо было сказать, я тут мне два раза набрал, бля, человек, и я в третий раз. Человек был, не, не, ну, бля, кем он был. Если мы, это, я что предлагаю, я не буду. Если нужно дать куперку. Да, нахуй, не, она мне не надо, ну, нахера, надо по решению, зачем она мне надо. Вы идите с ним, говорите, я завтра наберусь. Ну, ну, не, я же время, мы кем дети. Ну, что, вы не думали, что я морозил с ним? Нет, я не думаю, почему ты так? Ну, просто тогда, блядь, я нахуй я с ним могу. Идите, я туда завтра с ним буду, говорите, а по конечному результату. После? Ну, конечно, нахуй. На очередном видео 24 сентября 2014 года встреча с Суцкиридзе происходит прямо возле центрального входа в здании МВД Украины на Богомольце. Машина, да, смотрите. Вот. Да. А, вот сюда, да? Ну, моя контактная. Все, я нахуй. А с кем? Ну, она подъехала в Суцкиридзе, вот история под конкретно. И... Картинка, куда направилась? Кратченко. Кратченко направил Суцкиридзе. Так, подъехал в Суцкиридзе. Суцкиридзе пришел в Суцкиридзе Радченко. Все, раз? Да, дякую. А, ради. Моделу. Значит, хочу вам получить связи, что я с лесу и сказал, как я не договариваюсь. Он говорит, ну, сейчас, может, вопрос, мы можем так решить? Ну, чтобы тебя отсюда вывезти, то есть, давайте, ну, пятерку, потом еще дверь мы накинули сегодня. И это, ну, то есть, мы говорим, ажу заканчиваем. Они обсуждают вопрос по уголовке и говорят, что там нужно пятерку занести, добавить немножко денежек. А, ну, вообще, с ничего мы хотим, блядь? Да, с этого? Не, карпельку, блядь. Да, там пиздец, проблемные, наверное, нахуй. А потом, блядь, скажем, ну, раз нато, там, ну, да. Кто-то сконтактировал, я думал, там все нормально. Не. Так, а что, он, каже, сейчас, не может? А в Скибе это проважение, то ли? В Скибе проважение то и то. Но по квартире, конкретно, потом и проважение надо. Занимается, как, донечка, Рома. Ну, это мы хотим ее отримать, блядь, по-моему. Да. Да? Да. Я же, 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 я говорил, что, за все это, чтобы закрыть. Андрей, сейчас. Нет, так я понял, так с ним говорил ли вы про сочинение? Да, я с ним говорил. А в Виншинс, да? А сегодня он сказал, что там, поэтому надо еще работать. Ну, так работает, а вы, колы, скажи, конкретно, так? Вообще, ну, как, он говорит, там, недели через две дам ответ, типа, будем работать или не будем. Ну, так что, я переговорю. Виншинс, главное, что нужно в зале, вот, и пять в зале, а еще две хотят в зале. Так, а плюс еще потом, еще двадцать. Блядь, нахуй. Чего двадцать? За все двадцать, а что там? За квартиру двадцать. Звоник, сказали, да? Там нет. Ну, хуй, если шутить хоть. Я, короче, скажу. А когда? Ну, за, ну, мне надо встречаться, я по телефону не могу. И вот, чтобы решить вопрос по уголовке, нужно заплатить двадцать тысяч долларов. И никто ничего не скрывает, эти вопросы обсуждаются прямо на пороге в здании МВД Украин. И наберут субботу. Ну, вас же не там, блядь, пожалуйста, там, че там? Не, ну, уже нормально, в принципе. В понедельник дадут постанову про закрытие этой справы по служебной. Ну, я понял, хорошо, я, ну, завтра у нас четверг, да? Да. Пятница, суббота, я тут стрельнусь, я буду. Хорошо. Ну, там, если, в принципе, не делай, так пусть сделают. Ну, же, что, люди, 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 все. Нет, а я понял. Ну, я переговорю, он не может цены на доллар. Ну, ладно. А він же ж не знает за всю ситуацию. Я себе думал, что... Я отпал, и все. Я себе думал, что... Ну, а еще 15 долларов, если вы выходите браться. А тут окажутся это, еще... А зато... А я же не знал, что там два права. Вообще, я думал, что храйство текает. Короче, ладно. Хорошо. И хочу обратить ваше внимание, что Цуцкиридзе, это не какой-то там районный мент, где-то там на селе что-то там они решают. Это сотрудник был центрального аппарата МВД Украины 2014 год. Но потом Аваков повысил Цуцкиридзе и назначил главой следственного департамента всей национальной полиции Украины. Ребят, эти... Ну как, им надо было сегодня мне отдать остальное по тому. А там же два права, мне кажется. Одно было по тому и по другому. За это им отдай 7. И за те еще 20. Не, не, я скажу им, чтобы они... Хорошо? Да. Так а то вы меня ждали еще? Ну да. Да, я тут в плоском или в этом, реально? Да хоть смс-ку могу. Да я только подумал. И все эти разговоры происходили в то время, как наши добровольцы сражались на Донбассе. Это происходило во время Иловайских событий. И в это же время у Арсена Авакова в Киеве жизнь била ключом. Закрывались уголовные дела за взятки. Там заодно 7 тысяч долларов занести, за второе 20 тысяч долларов занести. А сколько таких уголовных дел было по Украине? Миллионы долларов, миллионы долларов наличкой в карманы Авакова, его заместителей, его полковников и генералов. И, собственно, все собирали взятки, начиная с участкового, заканчивая высокопоставленными чиновниками. И это был 2014 год. А что сейчас, в 2021 году, когда Аваков укрепился? Да это просто баснословные деньги собираются со взяток. Я же публиковал раньше видео, как в том же 2014 году в здании у заместителя Авакова Чеботаря прямо говорилось, что сотрудники ГАИ районного управления в месяц собирают взяток для начальника 100 тысяч долларов. ГАИ районного управления в месяц, если взять 50 тысяч долларов, то 100 тысяч долларов, завтра садимся. Размер 100 тысяч долларов, они могут даже ремонтировать все за разными. Давайте теперь почитаем официальные показания чиновника РДА, которые он дал в прокуратуре на Цуцкиридзе. Я, Родинский Игорь Олегевич, обнимаю посаду головного спеціаліста відділу организаційно-методичної роботи, опіки та піклування управління охорони здоров'я Соломенської районної адміністрації. 08.04.2014 мене працівника Соломенської РДА до себе в кабінет запросив виконуючи обов'язки Соломенської РДА «Лапань». Я зайшов в нього в кабінет і побачив працівників апарату Макаренка, заступника голови Ревюка, директора КП житлового господарства Бовсуновського, начальника юридичного відділу Ярко. Присутності їх «Лапань» надав мені лист для ознайомлення та надання мною пояснень щодо його походження. Зазначеним листом виявилось клопотання Соломенської РДА за підписом в його голови Соломенської РДА «Лапаня» як позивача по справі до Соломенського районного суду про залишення позову РДА щодо визнання недійсним договору куплю-продажу квартири без розгляду. Я відповіла паню, що немає ніякого відношення до цього листа, після чого він сказав, що буде службова перевірка. Через деякий час мене звинуватили підготовці цього листа і за результатами службу перевірки зробили догану. На початку травня 2014 року мене зателефонував на мобільний телефон слідчі Соломенського Ригу та запросив з'явитися до нього. На що я повідомив про необхідність узгодження цього питання з керівництвом? Після вказаної телефонної розмови та виходячи з того, що мені оголошували догану за перевищення судових обов'язків, я зрозумів, що стосовно мене може розпочатися кримінальне провадження. Та звернувся до своєї знайомої Ольги та попросив надати мені пораду щодо подальших дій. Ольга повідомила, що такі питання треба вирішувати на рівні високого керівництва МВС України та порадила обговорити мою проблему з її знайомим заступником начальника управління процесуального контролю ГСУ МВС України Цуцькій Рідзе Максимом та надала йому номер мобільного телефону. В ході телефонної розмови Цуцькій Рідзе, що відбулось 13 травня, він запропонував мені особисто зустріч біля будівлі МВС. Я погодився, на того ж дня прибув в наказану адресу. На центральному вході мені було замовлено перепуску та зроблено наповідний запис. В ході зустрічі Цуцькій Рідзе вислухав мої пояснення та зателефонував комусь і замовив довідку по кримінальному провадженню, з яким мене запрошили на допит. 15 травня за попередньою домовленостю зустрівся біля будівлі Цуцькій Рідзе та дізнався від нього, що колишний начальник СВ Соломінського РУ перейшов до СУ ГУ МВС України в місті Києві та планує разом зі своїми колишніми підлеглими відкрити стосовно мене кримінальне провадження. Також Туцькій Рідзе повідомив, що буде намагатися допомогти мені вирішити питання щодо уникнення кримінального переслідування. Я перебув з повісткою на допит як свідок по провадженню за частиною 4 статті 190 до слідчого Соломінського РУ. В ході допиту слідчий мені пояснив, що я маю відношення до протиправного укладання угоди куплі-продажу квартири. Наприкінці допиту Схіба повідомив, що в моїх дії присутні ознаки золочину передбачено статте 365 КК України. 20 травня мені відправила повідомлення Ольга, що Туцькій Рідзе може закрити провадження, за яким я проходжу в разі сплату йому 35 тисяч доларів США. 4 черга я зустрівся біля будівлі МВС-адересою Богомольця Туцькій Рідзе, який повідомив мені, що якісь співробітники ГУ МВС України-Містіківі можуть закрити кримінальне провадження за 35 тисяч доларів. Я повідомив Туцькій Рідзе, що не має такої суми та може сплатити лише 20 тисяч доларів. Після чого він сказав, що переговорить з цього приводу та зателефонує мені. Зазначену розмову я записав на диктофон. 1 липня мені зателефонувала Ольга та сказала, що Туцькій Рідзе бажає зі мною зустрітися. Я зазявся з ним, він запропонував особисто зустрітися біля будівлі МВС. В ході зустрічі Туцькій Рідзе повідомив мені, що домовився з приводниками ГУ МВС України-Містіківі про закриття мого кримінального провадження за 20 тисяч доларів. Грошові кошти Туцькій Рідзе попросив мене передати йому через його знайому Ольгу. Зазначену розмову я записав на диктофон. Вказані записи розмов я добровільно надав СБ України, куди я звернувся з заяву про готування, про отримання від мене неправомірної вигоди. Ну, як вам показання? Повний розклад, конкретно підтверджений показаннями свідетеля, підтверджений запісями диктофона, підтверджений відеозаписями, що Туцькій Рідзе за гроші договаривався закрити уголовне справи. Ну, я ж с цим дончиком спрятавав. Повірю, що ви там ходите, розказуєте? Де там? Де там? Та ні, я щас догоняю. Минуто. Що ви там ходите, розказуєте? Я кажу, що лишнєго сказав? Я кажу, було 5, потім 7, потім ще 20. Скільки виток? Ну, 22 виходить. 22. Не, ну я завтра наберу. Так якщо ми говорили, 20, потім 20. Та ви виросли. То ви хотіло 27. Говорю, ну давайте 22. Ну, ладно вже. 22-22. Добре, добре, добре. Та ти замоваруєш сьому чоловіку і їй допомогу. Добре, добре. Як скажете. Як ви думаєте, после цього сюжета Зеленський отреагирує як-то президенту України? Ілі опять подякуєт Авакову за роботу? Я отдельно хочу поблагодарити министра, господина Авакова. Мені кажется, це вперві в истории нашей страны, коли министерство, коли поліція работали не на кандидата отдельного, а работали на страну. Именно Максим Цуцкиридзе, як главний следователь України, занимався расследованием так называемого «раскрытия» дела Павла Шеремета. Ви вообще представить можете себе, що вони там нараскрывали, цуцкиридзе? Що саме ужасно, все эти материалы, вони все були известны ще з 2014 року. Це ж материалы следствия. І прокуратура, і Служба безопасності України располагалася цими видеопоказаннями з 2014 року. І за це время ніхто не наказав Цуцкиридзе. Його навіть від служби не відстранили. Я не кажу про те, щоб уволити і привлечти к уголовній ответственності. Наоборот, Арсен Аваков похвалив Цуцкиридзе, дал йому нове звання полковника і назначив главним управління следственного управління національна поліція України. У президента України Владимира Зеленського в 2019 году был шанс, обладая поддержкой 73% украинцев, избирателей имею ввиду, перезагрузить всю эту систему коррумпированную, полностью убрать эту мафию МВД Украины, убрать Авакова, убрать этих коррумпированных полковников и генералов, пригласить помочь честных, порядочных людей, сделать нормальное государство. А что сделал Зеленський? Он переназначил Авакова, он цементировал его власть. Ведь Аваков – это не один же министр, не один человек, за ним целая армия коррумпированных чиновников полиции, целая сетка, целая вертикаль, которая занимается ежедневным сбором взяток с украинцев и передача их, собственно, наверх Авакову. И что теперь делать людям? Люди не могут добиться правды. Ты приходишь в управление, тебе говорят – ты подозреваемый, я не согласен. Ну, значит, будешь сидеть в тюрьме или плати там 20 тысяч долларов. И люди вынуждены платить, потому что правды в украинских судах не добиться. Идет сговор вместе с следователем, судьей, прокурором, они вместе занимаются решаловым. У Зеленского был шанс это убрать. Но Зеленский выбрал другой путь. Он выбрал путь содействовать коррумпационной системе Арсена Авакова, а после этого он собирается приезжать сюда, в Белый дом, в Вашингтон, и рассказывать, какой он молодец. Так быть не должно. К сожалению, я не могу заниматься в полной мере борьбой с мафией Авакова, поскольку не обладаю таким ресурсом. Вы посмотрите, сколько денег и ресурсов у этих бандитов. У них неограниченное количество денег, у них неограниченное количество ресурсов. Я простой журналист, который должен работать. Я нигде не ворую, не получаю никакие взятки. Я работаю честным трудом, зарабатываю деньги и оплачиваю, собственно, свою жизнь. И в свободное время я записываю эти видео. В любом случае, если я буду получать материалы о преступлениях Авакова, я буду находить время публиковать их в средствах массовой информации. И я не буду продавать их за тысячи долларов, торгуя с мошенниками и аферистами. Потому что у меня есть убеждения, у меня есть идеология. И эта идеология и убеждения не продаются ни за какие деньги. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться публиковать материалы, чтобы, собственно, держать в тонусе коррумпированное правительство Украины. А это дело, безусловно, мы будем раскручивать. И, безусловно, это дело мы передадим соответствующей инстанции до того, как Зеленский явится сюда, в Белый дом, рассказывать сказки о том, какой он хороший и какой Аваков потужный. Мы, украинцы, должны рассказать правду, донести эту информацию. Поэтому берите мое видео, размещайте его в социальных сетях, на Фейсбуке, делитесь со знакомыми, чтобы люди видели, что, собственно, происходит в реальности. А не те сказки, не те пропагандистские ролики, которые записывает правительство, рассказывая о каких-то реформах. Реформ нет. И мы требуем, чтобы были реформы. Но невозможно провести реформы, если сам президент Украины назначает главных коррупционеров и бандитов на высокие должности. Значит, этот президент должен уйти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...